всем привет я надеюсь у вас все хорошо я рада опять быть с вами сегодня мы продолжаем с вами рассматривать французскую грамматику продолжаем с вами знакомиться с каким-то нюансами сегодня в очередной раз будем говорить о французских глаголах сегодня мы с вами будем учить либо вспоминать у всех у вас разный уровень два французских глагола это будут глаголы первой группы но для начала как всегда я хочу выразить огромную благодарность каждому из вас за вашу поддержку за ваши лайки и комментарии если вы на нашем канале первый раз или совсем недавно то имейте ввиду что на нашем канале много плейлистов это и грамматика и фонетика и лексика и тесты какие-то и правила чтения все эти плейлисты находятся в разделе плейлисты то есть это целый набор видео на какую-то определенную тематику заходите и пожалуйста смотрите сегодня мы будем с вами рассматривать два глагола первый глагол это глагол рекомендовать в одном из предыдущих видео я вам рассказывала что приставка при каких-то глаголах показывает повторное действие здесь нет здесь приставка вы не имеет значения повторного действия да действительно глагол о команды строится на основе глагола команды заказывать но это абсолютно разные глаголы команды заказывать о команды рекомендовать что-то сразу по ходу дела хочу акцентировать ваше внимание на тех моментах на которых обычно все всегда спотыкаются и так два глагола о команды рекомендовать команды заказывать как только речь идет об образовании существительных то есть рекомендация и заказ почему-то у нас сразу срабатывает логика раз глагола одинаковые значит и существительные будут одинаковые будут отличаться только приставка нет ребята это заплуждение смотрим значит рекомендация существительные глагола о команды будет выглядеть как в в команде сием ун колка уман дать съем существительное заказ когда мы делаем где-то заказ будет выглядеть как юн команде юн команда давайте посмотрим спряжение глагола о команде это глагол первой группы что нам надо для первой группы. Шаг 1 найти базу, база наша recommend и шаг 2 приделать окончание в письменном виде. В устном виде правило ладошки. Четыре раза мы повторяем базу je recommande, tu recommande, il recommande, elle recommande. Nous recommandons, vous recommandez, il recommande, elle recommande. Обратите внимание, держите все время приставку re, не уходите в re, чтобы это не было recommande, recommande и так далее. Это приставка re. Итак, еще раз. Je recommande, tu recommande, il recommande, elle recommande. Nous recommandons, vous recommandez, il recommande, elle recommande. Второй глагол, который мы будем сегодня с вами рассматривать, это глагол conseiller. conseiller. Мы также видим, что это первая группа, база conseiller. Глагол conseiller является частичным синонимом глагола recommande и переводится как советовать, кому-то что-то советовать. Тоже по ходу дела хочу сразу обратить ваше внимание на разницу между существительным и между этим глаголом. Итак, существительное от глагола conseiller, существительное совет будет un conseiller, либо le conseiller. Значит, еще раз напоминаю вам, все слова, которые у нас заканчиваются на и, elle всегда мужской род. Всегда un conseiller, un travail, работа, un appareil, это всегда будет мужской род. Теперь смотрите, я больше чем уверена, что у многих из вас возникает путаница. Когда же мы пишем две L, да, когда мы пишем одну L, в общем, не совсем понятно. Все очень просто. Две L это глагол, одна L это существительное, то есть conseiller, две L, глагол, travailler, что делать, работать, глагол две L. Но conseiller, что? Conseiller, существительное un conseiller, одна L. Travaller, le travail, это существительное одна L. Таким образом получается, когда я глагол conseiller, так же как travailler, я спрягаю, je conseiller, conseiller, глагол звучит точно так же, как существительное conseiller, je conseiller, un conseiller. В любом случае, глагол с двумя L, существительное с одним L. Надеюсь, вам это понятно, и теперь вы не будете путаться. Conseiller, глагол первой группы, база conseiller, заканчивается на J. Этот J мы сохраняем в произношении при спряжении. Достаем ладошку. Первая группа, правило ладошки. Je conseille, tu conseille, conseille, il conseille, elle conseille. Nous conseillons, vous conseillez, il conseille, elle conseille. Не забывайте, что здесь у нас носовая un. Conseille. Каждый раз, когда мы с вами изучаем какой-то глагол, или я, допустим, со своими учениками прохожу какой-то новый глагол, особо пристальное внимание, я рекомендую уделять управлению этих глаголов. То есть, не надо учить просто сам глагол, толку никакого нет. Надо учить его сразу в теме управления. Еще раз и сто пятьсотый раз я готова повторять, пока все из вас не запомнят, что управление глаголов это не такая страшная тема, как нам сразу кажется. Что такое управление глаголов? Это когда мы предлоги А или ДО. Другие не принимают участие в управлении. А или ДО ставим после этого глагола, который мы изучаем. Так вот, глагол conseiller и глагол recommander управляются одинаково. Одинаковыми предлогами. Причем, что здесь у нас в управлении этих глаголов появляется аж сразу три варианта. От того, чем вы будете управлять этот глагол, меняется полностью смысл предложения. Итак, рассматриваем конкретно по каждому из вариантов. Первое. Когда у нас глаголы conseiller и recommander ничем не управляются, нет никаких предлогов. То есть, получается, recommander quelque chose ou conseiller quelque chose ou quelqu'un Это рекомендовать или советовать что-то или кого-то. Я рекомендую эту книгу. Je recommande ce livre. Ce livre без предлога. Рекомендовать что-то, советовать что-то. Рекомендовать кого-то, советовать кого-то без предлогов. Я советую этот ресторан. Je conseille ce restaurant. Вы советуете эту гостиницу? Vous conseillez cet hôtel? Она рекомендует этот десерт. Elle recommande ce dessert. Она рекомендует что-то. Рекомендовать что-то или рекомендовать кого-то без предлога. Je recommande marque comme bon prof. Я рекомендую marque как хорошего преподавателя. Дальше. Мы с вами можем рекомендовать кому-то. Я рекомендую моим друзьям. Я рекомендую моим родителям. Я советую моим детям. Когда надо советовать или рекомендовать кому-то, это у нас идет... Здесь мы используем предлог А как предлог направления действия. Если вы не знаете, что предлог А используется в качестве предлога направления действия, пересмотрите на нашем канале видео. По-моему, 16. Я уже не помню точно сколько примеров. Использование предлога А я там давала. Там есть вся эта грамматика. Итак, еще раз. Когда мы направляем свое действие, я кому-то советую, я кому-то рекомендую, появляется предлог прямого направления А. И вот получается ваша схема. Conseille ou recommande à quelqu'un? Кому-то. Рекомендовать или советовать кому-то. Je recommande à mes amis. Я рекомендую моим друзьям. Je conseille à mes enfants. Я советую моим детям. Имейте в виду, конечно же, предлог А будет принимать участие в правиле слитных артиклях, если у нас есть артикль. Например, ты советуешь соседу. Артикль le tu conseille à le... Не говорим, мы же не звоним никому. Значит, никакого à le... aux voisins. Учительница рекомендует детям. Une maîtresse recommande aux enfants. A плюс les дает нам O. И если же мы рекомендуем или советуем что-то сделать, я рекомендую заняться спортом. Он рекомендует посмотреть этот фильм. Вы рекомендуете остановиться в этой гостинице. То есть после глагола recommande и conseille у нас идет второй глагол. Перед вторым глаголом мы будем ставить предлог de. В таком случае у нас будут глаголы conseille и recommande управляться предлогом de. Recommande de faire quelque chose. Conseille de faire quelque chose. Вместо faire quelque chose мы подставляем любое действие, которое мы рекомендуем. Я рекомендую посмотреть этот фильм. Je recommande de regarder ce film. Вы рекомендуете попробовать эту пиццу? Vous recommandez de goûter cette pizza? Ты советуешь почитать эту книгу? Tu conseille de lire ce livre. Следующий нюанс. Мы все прекрасно с вами знаем после очередного нашего видео, что существует строгая структура построения предложения. То есть мы должны второстепенные члены предложения с разными предлогами ставить на разное место. Я вам написала порядок управления глаголов recommande et conseille именно в том порядке, как надо использовать в предложении. Сначала после главных членов предложения мы ставим второстепенные без предлога. Вот, пожалуйста, без предлога. Затем второстепенные с предлогом a и только потом второстепенные с предлогом d. Поэтому, когда я говорю, я рекомендую эту книгу моим друзьям, смотрим, я рекомендую, что книгу без артикля пойдет первым после главных членов предложения, рекомендую кому друзьям с предлогом a на втором месте после слова книга. И получается Или я советую друзьям заняться спортом. У нас есть второстепенные друзьям и заняться спортом. Что мы ставим на первое место после главных членов предложения? Смотрим нашу схему. Советовать кому-то, рекомендовать кому-то предлог a, заняться чем-то предлог de. Значит, друзья на первое место, заняться спортом на второе место. И еще один момент, который я хотела уточнить. Значит, смотрите, при отрицании я вам не советую, я вам не рекомендую, мы сразу напрямую кидаемся ставить отрицательные частицы ne. Но есть нюанс. У глагола conseiller французы добавляют приставку de, de conseiller, которая будет показывать, что я вам не советую. То есть, как бы обратное действие. Например, Когда я бронирую жилье, читаю отзывы, уже в каком-то видео я вам говорила об этом, читаю отзывы и всегда люди пишут То есть, можно образовать негативный смысл, отрицательную форму без отрицательных частичек. Для того, чтобы идеально использовать эти два глагола, ваша задача какая? Первая, выучить всю теорию. И задача вторая, отпрактиковать. В качестве задания я предлагаю вам представить себе ситуацию и написать несколько предложений, ваших рекомендаций и советов на следующую ситуацию. Alors, imaginez, представьте, imaginez une situation. J'arrive dans votre ville avec mes enfants. Quelles activités et quels lieux intéressants vous pouvez me conseiller, vous pouvez me recommander de visiter et de faire. Что вы мне можете посоветовать, что вы мне можете рекомендовать сделать или какие места посетить в вашем городе? Пишите ваши ответы в комментариях. Я обязательно каждый ответ просмотрю и откорректирую ваши неточности, если таковые будут иметься. Увидимся в новых видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok